О чём читали в сибирских газетах 100 лет назад? Женские имена Томской научной школы химиков и кибербезопасность. Об этих и других темах расскажу подробнее в ближайшие 60 минут. Это «Час науки» в студии Натальи Черткова. Здравствуйте. В Томске работал 44-й совет главных архитекторов России, на котором собрались специалисты из 40 регионов страны. В течение двух дней эксперты обсудили насущные проблемы градостроительства. Это и механизмы реновации, и развития строительства с учётом исторического наследия. Открывая форум, губернатор Сергей Жвачкин заявил о том, что студенческий кампус на 20 тысяч мест будет построен на левом берегу Томи. И с остальными корпусами томских университетов его соединит Вантовый мост. Итогом форума стало подписание ряда соглашений. Подробности в репортаже Глеба Шестакова. На несколько дней Томск стал местом концентрации передовой архитектурной мысли. Очередной совет главных архитекторов России – это возможность встретиться с коллегами, обсудить проблемы и задачи как своего региона, так и отрасли в целом. 21 год, 44-е заседание. И самое удивительное, наверное, то, что всегда находятся темы, которые нам надо обсудить, которые интересуют не один регион, не один округ, а интересуют главных архитекторов всей страны. К примеру, недавняя ситуация в Екатеринбурге, когда жители выступили против строительства очередного храма на месте сквера. Этот случай показателен не только для уральской столицы. В первую очередь проблема коммуникации. Коммуникации и профессионального общения. Совет главных архитекторов призван показать, что наши проблемы, которые мы решаем, архитекторы, они государственные значимости. Перед профессиональным сообществом стоит задача не только развивать города, но и по возможности сохранять их самобытность. В первую очередь это сохранение исторического наследия. Но характер города стоит учитывать и при дальнейшем строительстве. Новые районы. Нельзя сказать, что мы находимся в Томске. Это Новосибирск, это Коломна или вообще практически любой город. К сожалению, вот эта новая застройка, она как бы универсальна. Она не зависит, она как бы плохо, слабо реагирует на то место, где она возникает. Самобытность Томска выражается не только в зоществе и причудливых деревянных узорах. Звание сибирских Афин больше связано не с архитектурой, а со старейшими университетами России. Удерживать статус студенческой столицы региональные власти намерены дальнейшим развитием научно-образовательного комплекса. В частности, строительством межвузовского студенческого городка на 20 тысяч человек. Это учебные корпуса, общежития и гостиницы, спортивные и социальные объекты. При этом, как заявил глава региона, проект выйдет за привычные рамки города. На Левобережье есть размах и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей. Тем более, что Левобережье расположено напротив главных корпусов университета. И мы соединим два берега Вантовым пешеходным мостом. Располагаться он будет недалеко от коммунального, отметил глава региона. И призвал гостей форума, представителей российских и иностранных архитектурных бюро, принять участие в разработке проекта студенческого кампуса. Оценку которому будут давать не только экспертное сообщество, но и студенты Томска. В рамках форума архитекторов открылась выставка в ДГАСУ. На ней представлены макеты церквей, планы современных микрорайонов, многоэтажных домов, городских пространств не только Томска, но и других регионов России и стран мира. В одном зале расположены работы как студентов строительных университетов, так и именитых архитекторов и проектировщиков. Открытие новой экспозиции предварило начало фестиваля «Зодчество». Основная тема одна из приоритетных для нашего региона – сохранение деревянных домов и новые современные решения с использованием экологичного материала – дерева. Также на фестивале работали мастер-классы от членов Союза архитекторов России и главных архитекторов других российских регионов. На одной из них даже обсудили резонансный вопрос строительства собора в Екатеринбурге. Добавлю, что также спикеры отметили отличия нашего региона, и они уверены, что именно Томск может стать законодателем МОД в России по постройке многоэтажных деревянных домов. Томские студенты вошли в зал славы чемпионата Кейсин. Это международная система соревнований по решению инженерных задач. Причем проводится чемпионат в нескольких лигах для школьников, студентов и молодых специалистов, которые разрабатывают и предлагают проекты для реальных производств. Команда Томского политеха в этом году взяла бронзу, предложив более 20 решений для действующего нефтехимического завода в Тобольске. С томскими призерами пообщалась Дарья Сосновская. Спустя неделю после прилета из Москвы томская команда «Индекс Нельсона» вновь в полном составе, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями. Ребята вернулись в международного инженерного чемпионата Кейсин, где заняли третье место в разделе «Нефтехимия». Томский политехнический университет! Бронзу, говорят томичи, они взяли заслуженно. В финале всем участникам нужно было разработать проект цифровизации для действующего нефтехимического завода в Тобольске. В отличие от соперников, томские ребята решили выйти за рамки предложенных данных и предложили ввести на производстве роботов для уборки и доставки химикатов, а также выдать рабочим умную одежду. В общей сложности насчитывалось порядка 23 предложений рациональных. Ряд команд просто предлагал 2-3 каких-то там идей, и обыгрывали те варианты, которые уже в кейсе были предложены. Мы же на рамках тех идей их дополняли. Томская команда уже второй раз штурмует финал чемпионата, и в прошлом году ребятам удалось взять первое место. Однако самое главное, как говорят сами участники, это опыт, полученный в ходе подготовки. Возможность испытать свои силы при решении уже серьезного какого-то кейса промышленного, посмотреть, какой у нас есть уровень, и за эти 10 дней подтянуть его на уровень значительно выше. Готовиться к решению кейсов студенты начинают почти за год. И здесь им на помощь приходит Вера Шестакова, преподаватель политех, которая много лет воспитывает молодую смену для энергокомплекса. Раз в неделю школьники приходят на занятия в специальную лабораторию вуза. Ток. Вы измеряли на прошлом занятии? Помните, какой он получился? А еще Вера Васильевна уже три года выступает экспертом Кейс-Ин. Помогает составлять задания и выявлять самую сильную команду. За заслуги в этом году ее имя включили в зал славы их чемпионата. Мы помогаем преодолеть проблему дисциплинарности. То есть есть математика, химия, физика. Но для того, чтобы решать практические задачи, надо все это объединить. Как? Мы помогаем разобраться. Ну и вообще показываем тропинку к вершине. Кроме Веры Шестаковой в зал славы в этом году включили имена еще двух политехников. К слову, в этом списке сейчас только 30 имен участников, организаторов и экспертов мероприятий со всей России и стран СНГ. Также призовое место в финале чемпионата взяла еще одна наша команда из ТГУ. Тысячи иностранных граждан впервые вместе с томичами отпраздновали День России. Для некоторых из них наша страна стала особенным жизненным рубежом. В этом студент из Сирии Абдуллах Шихада убедился на собственном опыте. Он прибыл в Томск, чтобы заниматься наукой в области онкологических заболеваний. Тему продолжит Валентина Шерепева. Абдуллах Шихада родился в Дамаске. В 2015 году по договору с университетом Вале посреди всех предложенных вариантов для прохождения аспирантуры он выбрал Томский политехнический. И сейчас под руководством кандидата физико-математических наук Владимира Головкова он разрабатывает новые способы нейтронотерапии рака. Показывает, что есть у него потенциал и будут результаты. Вот сейчас мы готовим эксперименты. В этой осени мы должны провести эксперименты по формированию оптимального нейтронного потока для терапии злокачественных новообразований. После окончания обучения, несмотря на войну, на то, что семейный дом в Дамаске разрушен, Абдуллах вернется в Сирию. Говорит, что оставить страну в такое тяжелое время – это предательство. В нашей стране, она нуждается в нас. В университете нужно работать там, нужно как работодатель. Если мы не работаем, кто будет работать там? Кто будет развивать в нашей стране, кто будет очистить студентов? В доме Абдуллаха гостей встречают в соответствии с сирийскими традициями. Угощают арабским кофе. Пить его лучше за раз слишком уж горько, а после повертеть чашкой в руке. Иначе хозяева будут подливать напиток без остановки. Абдуллах что значит? Знаешь, что это? Это факт, спасибо. После нескольких лет разлуки жена Абдуллаха Инсав приехала вместе с детьми в Томск. Здесь они уже полгода. Сейчас она учится на подготовительных курсах русского языка в Тусури. Говорит, что день расписан буквально по часам. А как же иначе? Трое детей – быт, который еще нужно научиться выстраивать в стране совсем другим климатом и культурой. К нашему приезду хозяйка приготовила национальные сирийские блюда – махаши и фатуш. Листья – виноград. Внутри есть мясо с рисом. Самое сложное, что первый шаг, когда я приехал здесь, это далеко от моего семьи. Абдуллах говорит, что счастлив. Вся семья в сборе, любимая работа, знания, друзья. В России он познакомился с Мухаммедом. Теперь это друг семьи и в Сирии они планируют вместе поднимать науку и медицину. Я всегда буду благодарен Томску, чтобы я познакомился с Абдуллахом. Он старше, чем меня, поэтому считаю, что он мой старший брат. Через несколько лет семья Шихада покинет Россию. Но напоминать об их пребывании в Томске будет этот сирийский фунт, который подарил нашей съемочной группе Хишам – старший сын Абдуллаха. О чем писали в сибирских газетах на рубеже веков, а точнее, что из мировой литературы проникало на их страницы и какие авторы были особенно интересны переводчикам того времени. Филологи Томского государственного университета начали составление первой в России библиографии и переводных текстов Российской империи. Этот уникальный научный проект поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Что ищут ученые в подшивках старинных газет, расскажу далее. Студенты кафедры романа германской филологии с увлечением перелистывают пожелтевшие страницы старинных газет. Их интересуют переводные тексты зарубежных авторов и техника и приемы перевода, которые использовались на рубеже XVIII и XIX веков в сибирских газетах. У каждого свое направление работы и свой автор. Например, Диана Тимофеева знакомится с творчеством Марка Твена. В изданиях было обнаружено более 10 текстов Марка Твена. То есть был сделан вывод, что он был интересен тогда на рубеже веков. Я думаю, что на переводчиках лежала такая очень важная задача – просветить население. То есть вводились тексты с персонажами преимущественно. Это были люди среднего класса, интеллигенция, литература как интерес, история, культура других стран. На рубеже XVIII и XIX веков в провинциальной Сибири сформировалось новое университетское сознание. И этот процесс, безусловно, находил отражение на страницах прессы. К новым идеям относились настороженно и даже консервативно, но в то же время имели собственный взгляд на мировые литературные тенденции. Ну, например, Ницше у нас в нашей периодике выступает как бедный философ, так вот и мы сочувствуем. Идеи Ламброза, агаби, то есть и преступника, конечно, не принимаются, но активно обсуждаются в связи со спецификой региона. И все-таки критики и авторы аналитических заметок и переводчики приходят к выводу, что преступник может быть исправлен, и это, прежде всего, такая идея в русле традиционной аксиологии, конечно. В команде руководителя проекта Натальи Никоновой не только студенты, но также магистранты и аспиранты. В фокусе внимания молодых ученых газетные фильетоны и критика, заметки о театре и публицистика. Кстати, они уже составили библиографию, переводной прозы, поэзии и публицистики. Теперь на очереди первая в России библиография переводных текстов Российской империи. Оригинальность проекта состоит в том, что мы действительно выявляем репрезентативность и важность переводов художественных для формирования нашего регионального культурного самосознания и вообще обстановки в регионе, в Томском и в Сибирском в целом, потому что Томск, безусловно, был с образованием университета и стал центром сибирского региона на рубеже 19-20 веков. Кроме основы для будущих фундаментальных исследований, проект филологов имеет и прикладное значение в планах молодых ученых, защиты дипломных и магистрских работ на его основе, а также и кандидатские диссертации. Томск признали самым читающим городом России. Такой результат показал Всероссийский соцопрос. Он проходил в 24 регионах страны. Задавали респондентам всего три вопроса. Читают ли они книги, как часто и какие именно. В итоге наименьший интерес к книгам показали жители Махачкалы, Брянска и Оренбурга. А самыми читающими городами стали Новосибирск, Санкт-Петербург, на первом месте Томск. При этом больше половины опрошенных предпочитают электронные книги. И только 30% бумажные. Растет спрос на аудиокниги. А среди жанров самыми популярными стали детективы, классическая и бизнес-литература, фантастика и романы. Сегодня это все новости, о которых мы хотели рассказать. А буквально через пару минут поговорим о кибербезопасности. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин